Добрый день, уважаемые посетители информационного портала улправда.ру. Это программа 100 вопросов и сегодня с нами президент международной федерации шахмат, бывший президент республики Калмыкия Кирсан Ильемжинов. Кирсан Николаевич, здравствуйте. Я задам вам 100 вопросов и хотела бы получить ответы развернутые и честные, но можно краткие, времени у нас не так много. Итак, Кирсан Николаевич, вы были сегодня в Ульяновске. Расскажите, пожалуйста, какие у вас впечатления? Ну, я нахожусь под большим впечатлением. Почему? Потому что мечтал побывать в Ульяновске, в Симбирске, на родине Владимира Ильича Ленина, потому что это мой любимый герой всю свою жизнь. Наверное, потому что стал и президентом, и еще чего-то достиг, благодаря тому, что жизнь Владимира Ильича Ленина, Ульянова, она так повлияла. Но получилось так, что посещая десятки регионов каждый год, сотни стран, я ни разу не был в Ульяновске. Сегодня для меня большая честь, радость находиться в Ульяновске на конференции, на Всероссийской конференции. Новая кооперация, меня пригласили сюда для участия в этой конференции. Мы подписали соглашение с Центрсоюзом, Дмитрием Львовичем Зубовым, о сотрудничестве Международной шахматной Федерации ФИДЭ и Центрсоюзом. Мы внедряем шахматы в кооперацию. Сегодня также мы подписали соглашение с руководством Ульяновской области о развитии шахмат в Ульяновской области. И будем развивать шахматы в вашей области. К шахматам подойдем сейчас чуть плотнее. Но раз вы затронули тему Владимира Ильича, скажите, пожалуйста, как вы относитесь к вопросу перезахоронения Ленина на родную землю? Ну, я еще раньше выступал, лет 20 назад, когда такая дискуссия развернулась. Но моя позиция пусть пока находится там, как есть. Потому что это решение было тех поколений, пока живут люди, которые относятся к Ленину. То есть я вот... То, что он в мавзолее находится, в центре Москвы, тоже это, можно сказать, гордость с одной стороны России. Это наша история. И посещая тоже развитые, так называемые, демократические европейские страны. Ну, там тоже есть и музеи, есть и памятники, никто их не трогает. То, что касается на родину Владимира Ильича Ленина, ну, если такое решение будет, то я бы тоже согласился с этим. Потому что это родина Ленина, если он будет перезахоронен в Ульяновской области, здесь, в Симбирске, в Ульяновске, в его родном городе, наверное, в этом тоже есть правда и желание людей. Кирсан Николаевич, в советское время многие религиозные храмы, святыни были уничтожены. В какой степени коснулись разрушения буддийских храмов Калмыкии? И какова была ваша роль как президента в восстановлении этих святынь? Ну, Калмыкия, она единственная буддийская республика в европейской части России, Советского Союза. В 43-м году калмыцкий народ был репрессирован и полностью выслан в Сибирь. Более 60% населения погибло от холода, от голода. Нет, наверное, ни одной калмыцкой семьи, где не погибли бы в эти годы депортации калмыцкого народа. И также были репрессированы наши священнослужители от ламы. Более 100 буддийских лам были расстреляны, репрессированы. На территории Калмыкии в то время, до революции, до 1917 года, было несколько десятков буддийских храмов. И исторические, один из них, Ашудовский хуров, он был построен в честь столетия победы над Наполеоном. Потому что в разгроме Наполеона в 1914 году участвовали калмыцкие кавалерийские полки, казачьи полки. И первый полк, который зашел в 1814 году в Париже, это как бы калмыкии на верблюдах были. И даже Анаре де Бальзак очерк написал «Калмыкии в Париже». Так вот, все храмы были взорваны, сожжены, уничтожены. И когда в 1993 году, когда я стал президентом калмыкии, одним из первых наказов, вот бабушек, дедушек было. Ладно, конечно, надо заводы построить, дороги. Но вот нам нужен хотя бы маленький молильный дом буддийский или православный. Потому что у нас где-то 30% жителей калмыкии православные, есть мусульмане. Так вот, наверное, калмыкия была единственным регионом в России, где не было ни буддийских, ни православных, ни мусульманских храмов. То есть ничего не было. И в 1993 году я начал не то что восстанавливать, а строить заново, потому что у нас не было храмов. Меня поддержал его святейшество Далай-Лама 14, он из Индии приехал, осветил место. Ну, у народа денег мало было. Мы объявили, вот как бы фонд создали, пожертвования, но денег не хватило. И тогда вот я вложил свои средства первые на строительство первого буддийского храма. И в 1996 году мы его открыли. Затем его святейшество Далай-Лама приезжало, осветил этот храм. И за эти 20 лет на территории калмыкии я построил десятки, несколько десятков буддийских храмов, православных церквей. Вот Казанский кафедральный собор я построил. В 1997 году сам святейший, его святейшество, патриарх московский Сяруси Алексий II, приехал, открыл его. В маленькой деревушке в селе Приютном открыл, построил тоже крестово-воздвиженский храм, тоже патриарх приезжал. Ну и в 2005 году мы построили самый большой буддийский храм в Европе. За 8 месяцев построили, 64 метра высотой. Он красивейший и самый большой буддийский храм в Европе. Но это все храмы построены на личные средства и как подарок буддийской православной общине Республики Калмыкии. Но это не ограничилось, потому что храм построить это одно дело. А кто будет служить, потому что у нас не было монахов, не было лам. И я договорился с родителями в Калмыкии, кто хотел бы своих детей отправить на учебу. И мы отправили в Индию, в Далай-Ламе, в Монголию и в Бурятию десятки наших детей, которые изучали традиционный буддизм. Также я договорился с патриархом московским в Сеаруси тогда, Алексием II. И мы также детей, которые хотели стать священниками в православной церкви. Также мы за счет наших средств отправляли детей учиться в Загорскую духовную семинарию, в другие семинарии. И уже через 10-15 лет стали возвращаться настоящие ламы. Одни возвратились, другие остались в Тибете, в Индии. Там не только же преподавали, они 10 лет изучали не только религию. Они стали астрологами, тибетологами, также изучали тибетскую медицину. Я когда был в Соединенных Штатах Америки, в Нью-Йорке, там увидел центры тибетской калмыцкой медицины. Это те дети, которых я отправлял туда учиться, они получили образование. В Москве, кстати, много центров, в которых ребята учились там. Александр Николаевич, скажите, какое у вас любимое калмыцкое блюдо? Ну, калмыцкий чай, калмыцкий чай. Он же там какой-то с жиром бывает. Да, это вот, раньше вот плиточные чаи продавались, такие по рубль 20, да, вот. Не такой спрессованный чай, это берется трехлитровая кастрюля, чай заваривается, он кипит там несколько минут. Затем молоко, литр молока, вот в кипящую эту воду. И затем по вкусу соль, масло, потом выключаешь огонь. И как бабушка меня учила, берешь паломник и 108 раз, 108 раз вот так вот. Часто удается приготовить такой чай? 108 раз, потому что у человека 108 перерождений, мы 108 жизней живем. Ну, с одной стороны, это как бы дань почвения своим предкам и последующим своим жизням, а с другой стороны, просто чай насыщается кислородом. Ну, многие вот любят калмыцкий чай. Кстати, вот, если кто знает, то Илья Николаевич Ульянов, я вот сегодня в музее был, он любил калмыцкий чай, все время пил этот калмыцкий чай. У него бабушка была калмычка, крещённая, астраханская крещённая калмычка Анна Смирнова. Вот книги Мариэты Шагинян в Линьяне, вот в первом томе, там всё подробно описывается. Удивительно. Кирилл Николаевич, вы стали руководителем сборной по шахматам в 15 лет в Калмыкии. Много было представителей сборной? Ну, вот я в первом классе стал чемпионом Калмыкии среди школьников, в девятом классе, в 15 лет стал чемпионом Калмыкии среди взрослых, как бы почётно было. И был одновременно капитаном сборной Республики Калмыкии среди школьников, среди взрослых, среди юношей, постоянно на турниры ездил. Конечно, турнир был сложный, вот у меня в команде были все именитые шахматисты, они старше меня были в два-три раза, кандидаты мастера спорта, там министры бывшие такие, очень авторитетные. И мне было как-то приятно возглавлять сборную Калмыкии на всероссийских всесоюзных соревнованиях. Скажите, а когда был выше интерес к шахматам? В прошлом веке, когда в каждой подворотне играли в шахматы, каждый советский гражданин знал имена великих шахматистов? Или сегодня? Если взять как бы в количественном отношении, то сейчас, конечно, в десятки раз больше людей знают шахматы, играют в шахматы. Что касается популярности шахмат, на территории Советского Союза шахматы были очень популярны. Вот я в 95-м году, когда в Париже стал президентом Фиде, приехав в Швейцарию, вот я думал, что в шахматы играют везде. Оказалось, что шахматы популярны только на территории Советского Союза, немного в Европе, в Германии, так как чемпионом мира, первым чемпионом мира был немец Вильгельм Стельниц, на Кубе третьим чемпионом мира был Хосе Раулько Пабланко, в Соединенных Штатах Америки, Бобби Фишер известный, вот в Индии, так как родина шахмат, а в Африке практически не играли в шахмат, не знали, в Юго-Восточной Азии не знали шахматы, в Японии, Южной Корее, во многих европейских странах. И для меня самая главная задача была популяризировать шахматы. Да, тогда шахматы были популярны, играли в парках, в каждой подворотне, я думаю, не было ни одной советской семьи, где бы не могли бы мы увидеть шахматы, или кто бы не играл. И поэтому вот такая тогда была государственная политика, да, в пропаганде шахмат, все-таки чемпионы мира, Ботвейник, Спаский, Петросян, Карпова, это все были как бы из Советского Союза, и шахматы здесь были очень популярны, и государственная поддержка была на телевидении, в каждый четверг была 20-минутная передача по первой программе, и тогда одна всего программа была шахматной школы. Александр Николаевич, в связи с этим вопрос, позвольте перебить, на форуме новая кооперация был подписан меморандум о популяризации шахмат в Ульяновской области. Что конкретно планируется делать? Ну, первое, что мы договорились с губернатором Сергеем Ивановичем Морозовым, я очень благодарен, что шахматам уделяется внимание, и такая поддержка на таком уровне. Первое, это программа шахматы в школах. У нас в ФИДе действует программа Chessing Schools, то есть согласно этому соглашению, которое мы подписали с губернатором, будет оказана поддержка учебники, методические пособия, проведение семинаров, мастер-класс. Да, мне бы хотелось, чтобы был обязательно. На первом этапе это будет факультативом, затем как обязательный предмет. Я в Калмыкии, когда в 1993 году стал президентом Калмыкии, мы ввели факультативом, но через год уже родители стали требовать, чтобы шахматы вошли как обязательный предмет. Почему? Потому что они увидели, что в соседних школах, где шахматы преподаются, дети лучше стали учиться. И поэтому они стали говорить, пусть дети везде учатся и играют. И мы заметили, когда шахматы вводятся в школах, то где-то через год успеваемость повышается на 40-30%. Дети становятся более дисциплинированнее, ну, память улучшается, концентрация. Вот в некоторых латиноамериканских странах мы проводили исследования, среди шахматистов нет ни одного наркомана, что самое интересное. Также мы шахматы очень сильно развиваем и вводим в интернатах для больных детей ДЦП, детский церебральный паралич, дауны, аутисты. Когда ребенок начинает играть в шахматы, у него моторика улучшается, у него память лучше, движения более осознанными становятся. И поэтому во многих таких интернатах, школах мы вводим шахматы как предмет лечения детей. Кирсан Николаевич, моему ребенку 2,5 года я отдала его на шахматы. Смеюсь, но вожу на шахматы. Как вы считаете, нужно ли таких малышей отдавать в секции? Ну, вы уже рекорд делаете. Я недавно в Китае выступал, там вот мы вели шахматы в школах, затем китайцы вели в детских садах с 5 лет. Недавно по телевидению показали Мишу Осипова, который с Карповым играл в 3 года. И когда у меня спрашивают, во сколько, я говорю, ну, можно хоть с одного года. То, что с 2 лет, это очень здорово. Во-первых, для ребенка, это как игрушки, да, он, во-первых, тактильно, да, он чувствует, он смотрит, он уже представляет. И как раз шахматы, они позволяют увести детей от бессмысленных этих игр компьютерных. Потому что сейчас уже дети, да, ну, маленькие, они начинают уже в телефонах лазить, они уже только-только соску убрали, а уже могут вот в электронные игры. А вот шахматы, это тот вид деятельности или игр, которые детей уводят от бестолковых этих стрелялок и компьютерных игр. И поэтому, чем раньше ребенок научится играть в шахматы, тем он более осмысленнее станет. Кирсан Николаевич, кто был вашим самым сильным соперником? Ну, Бобби Фишер. Я вот как бы в турнирах не играл, но у любого шахматиста всех времен и народов спросите, с кем бы он хотел сыграть в шахматы в свою жизнь, он скажет с Бобби Фишером. Хорошо, тогда спрошу вас, с кем вы хотите сыграть, сыграв уже с Бобби Фишером? Еще бы хотел, потому что я ему проиграл 4 партии. Я знаю, что вы играли в турнире с Муаммаром Каддафи, правителем Ливии. Кто одержал победу в том турнире? Ну, этот турнир не был, в 2004 году мы провели чемпионат мира по шахматам в Триполи, в Ливии. Муаммар Каддафи выступил организатором этого турнира. Он любил очень шахматы. Кстати, каждый день он занимался со своими внуками игрой в шахматы, потому что он играл единственный способ тренировать мозги. И когда в 2011 году, его в 2012 году начали бомбить Ливию, я приехал специально, чтобы увидеть, поддержать его, потому что ходили слухи, что он больной. И когда мы встретились, мы говорим, давай в шахматы сыграем, покажем всему миру, что я здоровый и могу играть в шахматы. Мы сыграли в ничью. Он, конечно, был не сильным шахматистом, он просто не занимался теорией, просто он любил играть в шахматы и учил своих детей и внуков играть в шахматы. А с лидером какой страны вы бы хотели сразиться? Ну, я со многими играл. И с папой Римским, с Далай-Ламой, с Генри Киссинджером. С ума сойти. С Башаром Ассадом, с президентом Южной Кореи. Ну, со многими играл. Ну, как играл, конечно, я сильнее их, а так вот мне приятно. Вот приехал к президенту Монголии, Элбек Дорджи, вот у него вот стоят шахматы, он сразу, вот, давай в шахматы сыграем. Михаил Сергеевич Горбачев, президент Советского Союза, тоже вот очень любил шахматы, он в своей книге об этом писал. Профессиональный, конечно, шахматист был, это руководитель Венгрии Яна Шкадер, он там профессионально занимался. То есть, вас, наверное, когда встречают, Кирсан Николаевич, вам сразу предлагают сыграть в шахматы, вы не устали вот от этого сценария? Да нет, я как бы, ну, ассоциируюсь не только с шахматами, я посещал многие страны, не только как президент Фидея, я же я президент Калмыкии, и долгое время я был депутатом Верховного Совета СССР, РСФСР, Совета Федерации, в этих законодательных органах я возглавлял комитеты по международным делам, там шахматы это часть моей, как бы, деятельности, бизнес-проекты. Футбольный клуб, вот что вам ближе по духу, футбол или шахматы? Ну, футбол, наверное, я одновременно научился играть и в шахматы, и в футбол, потому что на улице у нас играли все футбол, я участвовал в городских, республиканских турнирах, и когда стал президентом Калмыкии, пришли ветераны и просили денег, я говорю, ну, что вам денег давать, когда вы играете в какой-то второй лиге, где-то плететесь. Я готов поддерживать Урлан, кстати, не за счет бюджетных средств, вот мы нашли инвесторов, спонсоров, и за два года мы вывели Урлан в высшую лигу, Урлан стал чемпионом России по футболу, я горжусь вот нашим футболистом Алексеем Смертин, который стал капитаном сборной России, затем в Челси играл, Леонид Слуцкий, который был тренером дубля Урлана, стал главным тренером сборной России, и многие футболисты, которые играли в маленькой провинциальной Калмыкии, они стали как бы основой сборной России, значит, в должности президента футбольного клуба Урлан, я не терял времени, но самое главное не это было, не профессиональный футбол, главную задачу я поставил популяризацию футбола среди детей, мы вот в каждом населенном пункте открывали как бы футбольные поля, ну, это просто там ворота сделал, дети играли и добились того, что сельская команда из Малых Дербет, небольшой поселок, два раза они становились чемпионами России среди детских команд в кожаном мече. Херсан Николаевич, снова про шахматы, скажите, могут ли шахматы войти в число олимпийских видов спорта? Ну, мы начали переговоры еще с Хуан Антонио Самаранчем в 95-м году, когда меня избрали президентом Фиде, первое, что мне удалось сделать, это в 99-м году впервые шахматы признали как спорт, потому что шахматы не были спортом, и Фиде признали как международную спортивную федерацию. В летние олимпийские игры войти сложно, потому что там программа переполнена, но мы ведем переговоры, неоднократно с Томасом Бахом встречались, президентом международного олимпийского комитета, чтобы войти в зимнюю олимпийскую программу, потому что программа не очень заполнена, там, кстати, есть дневное время, есть утренняя программа и вечерняя программа, вот с 15 до 19 часов, как бы вот времени много, да, и войти туда как шахматы или как интеллектуальные виды спорта. Кирсен Николаевич, нет никаких сомнений в том, что в отстранении наших спортсменов от олимпиады больше политики, чем спорта. Как вы считаете, следовало ли нашим спортсменам выступать под нейтральным флагом? Ну, это уже решение каждого спортсмена, конечно, жалко, он готовится, это четырехлетний срок, каждый готовится, каждый хочет проявить, и некоторые виды спорта индивидуально ему хочется доказать, да, жалко, что они под российским флагом, но я не осуждаю, я, на может, поддерживаю ребят, которые хотят доказать, что они самые сильные, самые умные, самые быстрые, и желаю нашим ребятам победить на зимних Олимпийских Играх. Конечно, там спорт стал очень политизированным, очень политизированным, но такова наша жизнь, современные реалии, у нас вся страна сейчас под санкциями находится. Кирсен Николаевич, тема допинга сейчас очень актуальна. Скажите, шахматистов проверяют на предмет употребления запрещенных препаратов? Да, конечно, в 99-м году, когда шахматы были признаны как спорт, мы подписали соглашение СВАДа, и на всех крупнейших международных турнирах шахматистов проверяют на допинг, правда, где-то более года работала комиссия, никак не могли определить, что же считать допингом для шахматиста, там, рюмка коньяка, там, или 10 чашек кофе, что, ну, в конце концов, определились, что же влияет на, так, мозги наши, ну, если, я думаю, все-таки была бы таблетка от дурости, да, наши в аптеке бы там выполняли бы план, все бы покупали, да, для того, чтобы поумнеть вот эти таблетки. Ну, таких таблеток, конечно, нет, чтобы поумнеть, но все шахматисты проходят контроль, и как президент ФИДЕ я счастлив, что за все годы моего президентства не было ни одного допингового скандала. Скажите, пожалуйста, Кирсан Николаевич, вы пойдете на выборы 18 марта? Да, 21 июля прошлого года мы встретились с президентом России, с Владимиром Владимировичем Путиным. Он поздравил меня с Международным днем шахмат. Кстати, 20 июля это день рождения ФИДЕ, Всемирной шахматной федерации, и вот благословил меня, пожелал успехов и победы на выборах президента ФИДЕ, которые состоятся в конце сентября этого года в Грузии, в Батуми. Недавно я участвовал в Конгрессе Африканских шахматных федерации, это 47 стран, Тунис, и вот единогласно все страны поддержали, выдвинули меня, Южная Корея, европейские страны, ну сейчас Узбекистан, Казахстан, ну вот приходят телеграммы, решения о поддержке моей кандидатуры. И на сегодняшний день как бы я баллотируюсь или работаю над тем, чтобы быть избранным еще раз президентом ФИДЕ. Я желаю вам победы в этом, Кирсан Николаевич. Спасибо вам огромное за ваши интереснейшие ответы. Дорогие друзья, это была программа «100 вопросов». С нами был Кирсан Илюмжинов. Смотрите нас на улправда.ру Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры подогнал «Симон»